Привет, друзья! Меня зовут Мария Петрякова. И сегодня я хочу задать вам вопрос. Что такое гармония? Счастливы ли вы? Насколько гармонична ваша жизнь? Для меня гармония это прежде всего баланс. Я хотела бы поделиться одним из инструментов, который поможет вам сделать диагностику вашей жизни. Насколько она гармонична? И вы можете проанализировать, куда двигаться дальше. Итак, представляю свою любимую технику для анализа своей жизни для вашей точки А, точки управления колесо жизненного баланса. Что это за колесо? Всю нашу жизнь можно условно разделить на несколько секторов, которые влияют за успешность какой-либо деятельности. Первый сектор это призвание. То есть туда входят работа, гарьера, бизнес, ваша профессия и просто то занятие, от которого горят ваши глаза. Следующий сектор это обеспеченность. Это ваши доходы, расходы, условия жизни, финансовые сферы, задействованные именно в сфере обеспеченности. Следующий сектор это яркость жизни. Развлечения, путешествия, хобби, какой-то ваш досуг, походы в всевозможные музеи, рестораны, театры. Это все яркость жизни. Самосовершенствование это, конечно же, личностный рост, обучение и развитие. Какие-то дополнительные знания, материалы, которые вы усваиваете для общего развития вас. Следующий сектор это духовность. Вера, творчество, искусство, это все отвечает за сектор духовности. Любовь, окружение, отношения, ваша семья, дети, мужчины. Это отдельный сектор. Ну и, конечно же, одна из самых важных частей нашего колеса, колеса баланса, это здоровье. Здоровье ваше физическое, эмоциональное, ваше отношение к спорту, ваше питание, ваша красота, все здесь. Как мы с вами можем посмотреть, в каком состоянии наше колесо. Предлагаю очень классную технику. Нарисуйте такое колесо, оно намного неровное, возможно, ваше будет красивее. И отметьте все эти сектора. И подумайте, насколько вы находитесь при звании. Отметьте по десятибалльной шкале, насколько вы реализуете свою жизненную миссию, свое предназначение, как строится ваша карьера. Допустим, на троечку. Сделаем ответку здесь. Дальше смотрим, как у нас идет ситуация с доходами. Если вы как-то не очень хорошо зарабатываете, либо хотите зарабатывать больше, то на троечку на какой-то низкой шкале. И так мы прогоняем про всем сферам жизни, насколько они у нас разные. Соединяем их кругом и смотрим, насколько гармонична наша жизнь. Если наше колесо имеет идеальные, ровные, шарообразные формы, окружность, да, какая красивая получается, то, в принципе, мы движемся в правильном направлении. Если же колесо все какое-то неровное, стоит задуматься, почему так происходит. Почему наше колесо неровное? Почему мы не можем достичь баланса? Для меня, на мой взгляд, самая главная сфера, от которой сферы выстраиваются все остальные, это призвание. Если вы знаете предназначение, если вы знаете свою жизненную миссию, миссию, зачем вы пришли на эту землю и начинаете ее реализовывать. И, естественно, просто магическим образом у нас встраиваются все остальные сферы нашей жизни. Если вы занимаетесь любимым делом, вы строите карьеру, у вас горят глаза, автоматически вы будете зарабатывать. Ну, то есть невозможно, да, если это дело в вашей жизни, вы будете делать его хорошо, вы будете отменивать, и, естественно, вас оценивать. Это, возможно, будет какой-то собственный бизнес, да. У вас увеличивается уровень ваших доходов. Если у вас увеличивается уровень доходов, вы можете поделать себе путешествовать и как-то развлекаться, проводить интересное время в интересных местах с интересными людьми, автоматически выравнивается яркость жизни. Если у вас жизнь яркая, вы обеспечены, вы находитесь в своем предназначении, самосовершенствовании, ну, это априори неотъемлемая часть всего. Духовность, конечно же, тоже возрастает, то есть невозможно не развиваться всесторонне, если все базовые потребности у вас подлингерены. Любовь, окружение, в вашу жизнь притягиваются нужные люди, мужчины к вам придет, потому что, если вы любите себя, то окружение будет такое же, они будут любить вас. А любить себя вы можете только, когда вы понимаете, для чего вы живете, в вашей жизни происходит с пониманием вашей жизни. Ну и, конечно же, здоровье будет тоже на хорошем уровне развития, потому что вы будете следить за собой, тело для вас начнет выступать рычагом, ресурсом достижения ваших новых целей. И вы будете понимать, что вы просто не можете себе позволить питаться неправильно, потому что это ведет к регрессу. То есть, колесо баланса, что такое? Это комплексный подход к вашему развитию, к вашей гармонизации, к вашему счастью. Это можно сравнить с медицинским термином. Если, например, у вас болит голова, лечения наверняка могут быть не только в ней, то есть могут быть в шее, да, в позвоночнике. Так и здесь. Если у нас проблемы с отношениями, ищем проблемы в призвании. Друзья, итак, вы составили колесо своего жизненного баланса, вы посмотрели, в какой точке вы находитесь. И очень важно начать делать правильные действия, поставить цели, составить план. Я предлагаю выбрать ту сферу, которая вас удовлетворяет в ней более. Например, вас удовлетворяет призвание, деньги и яркость жизни. Давайте работать над ними, давайте пропишем конкретный план, конкретную стратегию, что нужно сделать для того, чтобы выровнять колесо, чтобы улучшить вашу жизнь и вывести на новый уровень качества, на новый уровень развития и, соответственно, счастья. Пропишите конкретную цель, что вы должны сделать за этот месяц. Например, задача разобраться со своим предназначением. Это глобальная цель. И разбиваем на подшажки, что мы для этого будем делать. То есть, возможно, это будет занятие с психологом, с коучем, с артерапевтом, который вам поможет. Возможно, вы будете заниматься тем, о чем вы давно мечтали, вы уже знаете предназначение, но по каким-то причинам общество зажало вас в такие рамки, и вы не могли его реализовывать. Это тоже будет ваш план. Напишите. Вы хотели рисовать? Рисуйте. Вы хотели стряпать торты? Стряпайте. Это очень важно. Итак, составим план достижения точки B. Когда пройдет месяц, 30 календарных дней, еще раз составим колесо баланса и посмотрим, на какой уровень мы вышли. Если что-то где-то не соответствует, стоит задуматься, что вы делали и насколько правильно вы это делали. Если не получается самому, рекомендую обратиться к специалистам. У меня к вам домашнее задание. Нарисуйте свое колесо, проанализируйте и напишите в комментариях к этому видео, насколько гармонично и балансировано ваше колесо. До новых встреч. Пока.